Здравствуйте! В этом видео я хочу показать дачу моих родителей. Дача расположена в 40 километрах от Черкасс, в очень красивом живописном месте. Рядом есть речка и недалеко от нас находится лес. Нам очень нравится отдыхать на даче, собираться своей семьей и дружными компаниями. Когда мы заходим в дачный домик, мы попадаем в такой небольшой коридорчик. Он даже не столько коридорчик, он даже как комната. Здесь находится диван, шкаф и когда очень много народа, можно использовать его как полноценную комнату со спальным местом. Из этого коридорчика идут двери в туалет, в основной домик и в комнату и баню. В коридорчике в этом есть обувничка, шкаф и диван. И вот мы заходим в туалет. Эти все помещения построены не так давно, года три назад. Очень удобно, когда туалет находится в самом дачном домике. В доме есть холодная и горячая вода. Это очень удобно. Хорошо мыть и посуду, и вымыться самой после трудового дня. Душ находится в бане, а туалет и биде расположились здесь. Также здесь находится умывальник. И под умывальником тумбочка. Там хранятся различные моющие средства. Запасы туалетной бумаги, мыла и так далее. Тоже это очень удобно. Все это не валяется нигде ни на полу, не стоит ни в уголочке. С другой стороны находятся крючочки для полотенец, для ног. И такие вот двери. На стенах плитка. Мы двигаемся дальше. Идем по ступенечкам. Здесь раньше был вход в дом. Это направо вход в дом. А за металлической дверью еще одна комната. Эта комната задумывалась как предбанник. И часть комнаты должна была стать предбанником, а часть должна была стать кладовкой для хранения садового инвентаря. Но когда строили ребята эту комнату, что-то пошло не так. Родители приезжали раз в неделю. И ребята просто-напросто забыли сделать двери. Когда приехали родители, посмотрели, как бы все уже выстроено. Не хотелось ничего разбивать, выбивать. И вот так получилась у нас такая большая комната. В принципе, после бани мы тоже в ней отдыхаем. Это вот вход в баню. А рядом вход, выход на улицу. Когда паришься в бане, удобно. Можно выйти на улицу, облиться холодной водой или прыгнуть в бассейн. В этой комнате не так много мебели. Есть шкаф для различной теплой дачной одежды. Два кресла, которые нашли уже, в принципе, своих хозяев. Мы их отдаем соседям. Они не очень тут вписываются в интерьер. Вот я показываю потолок. Он оббит вагонкой пластиковой. Есть диван. Он раскладывается. И полноценные два спальных места. И в тумбочке рядом с диваном спрятаны раскладушки. Папа сделал эти тумбочки сам. И это очень удобно, потому что раскладушки не пылятся. Это их две тумбочки и две раскладушки. Раскладушки такие с ламелями, с удобными матрасами. То есть полноценное спальное место. Я повторю, что семья у нас большая. Мы любим собираться компанией. Поэтому спальных мест нужно много. И сейчас мы находимся в проходной комнате. В которой разместилась столовая зона. Из этой комнаты есть выход на второй этаж. Лестница на второй этаж. Здесь есть проход в кухню. И двери в гостиную. В этой комнате. И выход в коридор. Вот сейчас этот просвет. Это вход в кухню. Кухня не очень большая. Она такая узкая и длинная. И поэтому столовую зону пришлось разместить в этой проходной комнате. Здесь находится уголок стол. И с другой стороны находится тумбочка с телевизором. Очень удобно, когда кушаешь, смотреть телевизор. Беседовать за кругом столом. И справа это вход в гостиную. Здесь осталось окно. Потому что раньше это было домиком. Окно хорошее. Его решили не убирать. Оно как бы не портит ни интерьер. Оно ведет в коридор. И это лестница на второй этаж. Сейчас мы попадаем в гостиную. Это та комната, которая, я говорю, от 4 квадрата на 4. Основной домик, что раньше был. Это сруб. Это самая теплая комната на даче. Здесь можно ночевать зимой. Здесь есть камин. Он достаточно хорошо, быстро ее нагревает. Несколько лет назад папа купил специальную решетку, чтобы искры из камина не летели в комнату. Точно так же есть телевизор. Тумбочка под телевизор. И небольшой комодик. А в углу разместилась вешалка для одежды. Очень удобно, когда пришел повесить свою одежду. Раньше здесь был шкаф. Такой советский. Его решили убрать. И заменили такой вешалочкой. А мелкие вещи какие-то можно положить в комодик. В комнате два дивана. Они раскладываются. Тоже удобно. Получается много дополнительных спальных мест. Комната светлая, хорошая, уютная. Мы здесь очень любим находиться. Я повторю, что здесь можно и ночевать зимой. Здесь помимо камина еще стоит обогреватель, который поддерживает постоянную температуру. Он электрический. И зимой очень комфортно здесь находиться и ночевать. И это уже кухня. Она узкая, небольшая. Много удобных здесь ящиков. Есть зеркало. Если когда моешь что-нибудь, можно подправить макияж. Есть все необходимое. Плита электрическая. Раньше была газовая с баллоном. Но это не очень удобно. Поэтому заменили на электрическую. Ее мыть хорошо. Единственная проблема, что когда нет света, и нет возможности приготовить пищу. С газовым баллоном такого не было. Вода холодная, горячая. Посуду мыть легко, удобно. И здесь просто вот столешница, потому что внизу находится погреб. Чтобы была возможность доступ к погребу, сделали только столешницу. Это вторая сторона. Здесь холодильник. Это под лестницей. Он спрятан. Там небольшая кладовочка. Хранится обувь. Там какие-то пакеты. И стоит холодильник. Так, и это лестница на второй этаж. Внизу несколько ступенек. Она сделана как винтовая. Сейчас камера наведется. Здесь вышивка подарок маминой подруге. И здесь мы уже видим, что лестница с гусиным таким шагом. Просто никакая другая лестница здесь не помещалась. И было решено сделать с гусиным шагом. Мы за несколько лет, в принципе, приспособились. Удобно, комфортно ходим. Не жалуемся. И попадаем в такое проходное помещение на втором этаже. Здесь сделан небольшой такой подиум деревянный. Папа делал его сам. На нем лежит матрас. И если нужно, это еще одно дополнительное спальное место или место для хранения. Сейчас я показываю кладовочку под лестницей. Там можно хранить какие-то вещи. Тумбочка, зеркало и вся обстановка этой небольшой комнаты проходной. И это основная комната на втором этаже. Спальня родителей. Здесь двухспальная кровать. Уже современная хорошая мебель. Купленная, по-моему, в прошлом году. Также здесь телевизор находится. Тумбочка под телевизор. Зашито деревом такой выступ. Это труба камина. Когда камин топится, в этой комнате тоже тепло. Теплый воздух поступает через отверстия специальные. И эта комната тоже нагревается. Конечно, не так, как нижняя комната гостиной. Но все же. И с другой стороны я снимаю снова эту комнату. Там расположен комод. Творчество моего старшего сына. Он ходил в художественную школу. И у бабушки много картин на даче его. Возле кровати две тумбочки. Небольшой светильник. И пускатная крыша. В углу устройства, которое голубое мигает, это папа провел интернет. Это и весь обзор дачи моих родителей. Пишите в комментариях, что вам понравилось, что нет. Если обзор вам понравился, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч на нашем канале. Продолжение следует...